Всем привет, дорогие друзья! Я знаю, что задолжал вам третью часть видео про итоги прошедшего сезона, но так получилось, что у нас прошел хороший стрим с вручением премии Золотой Ротенберг, вот этого парня, который, к сожалению, уже даже покинул локомотив, хотя для многих, наверное, к счастью, я не испытываю какого-то негатива к Ротенбергу, но клуб он покинул, премию мы все равно оставим в том же самом виде, в котором она есть, но теперь это уже не игрок локомотива. Так вот, мы так хорошо пообщались, что после этого у меня наступила какая-то такая апатия, связанная с созданием контента, то есть фактически мне нужно было перезаписать все то же самое, но уже на камеру, и мне ужасно было лень это делать, писать какой-то сценарий, который полностью повторяет уже стрим, который есть, который доступен, и можно его посмотреть. Короче, я решил просто записать видос на веб-камеру для ютуберских, которые Twitch не посещают, и рассказать более-менее уже вот с итогами вручения нашего Золотого Ротенберга, и того, как я сам все это чувствую, будет минимальный монтаж. Ну, пару моментов я вставлю, особенно там, где это важно, там, где, не знаю, мы оценивали какие-нибудь голы или игроков и так далее. Плюс, давайте, раз уж мы здесь собрались, то расскажу вам пару вещей про фасона, которого мы приобрели, и про интервью Цорна, которое вышло буквально сегодня. Ну, раз уж все равно я сел записывать видео, то почему бы и нет. Но начнем давайте с Золотого Ротенберга, потому что для чего вообще я эту премию учредил в свое время на своем канале? Потому что, когда ты начинаешь ранжировать лучший матч, лучший гол, лучший футболист, худший футболист, ты так или иначе весь этот сезон вспоминаешь, и все эти события прокручиваются в твоей голове, и очень здорово все это упорядочивается. Поэтому поехали с номинацией лучший матч. Лучший матч у меня не так много вариантов оказалось для того, чтобы на эту номинацию номинировать. Оказалось, когда я стал смотреть список матчей Локомотива, оказалось то, что хороших матчей, вот прям вот от начала и до конца, Локомотив провел не так уж и много. Я вспомнил матч Голтосарая с Локомотивом, тот, который мы проводили в Стамбуле, и это был единственный хороший матч в Еврокубках, а Еврокубки это все-таки некий уровень, а Голтосарай к тому же еще и с первого места из нашей группы вышел, поэтому мы там действительно неплохо играли. Но проблема в том, что нам не удалось победить, иначе возможно, если бы Мурило тогда прошил Муслеру и забил гол, мы попобедили 2-1, возможно, этот матч бы у меня вообще безальтернативно был лучшим и никакого голосования бы устраивать не нужно было. Но так ничья, а ничью как-то в лучшие матчи выбирать все равно не хочется. Поэтому я начал искать дальше и нашел матч Локомотив Крылья Советов, где мы выиграли 2-0. Если помните, Франсуа Камано забил два гола, только-только приехал из своей Гвинеи, где был переворот и очень долго Камано выбирался оттуда, ждал, когда же откроется авиасообщение, потом прилетел буквально там за сутки до матча, вышел во втором тайме, положил двушечку, и мы победили Крылья Советов, которые оказались, в общем-то, довольно симпатичным, крепким клубом, хорошо играли, но в матче с Локомотивом не создали ничего, а Локомотив, наоборот, довольно сильно давил, и голы Камано стали следствием этого самого давления. Следующий матч, который мне пришел в голову, тоже в календаре, тоже победный, в календаре я его нашел, это матч Сочи. Сочи, как вы знаете, вообще второе место заняло, но в домашке уже с Гизделем мы довольно легко переиграли их. Там был только, наверное, один серьезный момент, в котором Сочи могли развернуть игру, это когда Кассиера пробила выше ворот, но в целом Локомотив держал эту игру под контролем, забил два раза со стандартов, оба раза отличился едва, и один раз опосредованно, один раз уже непосредственно, ну и пропустили только в самом-сам конце встречи со штрафного, но в целом, да, казалось то, что Гиздаль, который проповедует вот этот вот хаотичный футбол, сейчас его Федотов размажет по стеночке, но нет, оказалось то, что Локомотив вполне себе боеспособен, и мы тогда победили, довольно важные три очка набрали, которые, казалось, вот сейчас Локомотив попрет, вернул себе свою былую мощь, но нет. И четвертый матч, состоявшийся совсем вот совсем недавно, это матч Локомотив-Динамо, в котором мы сыграли 3-3, проигрывали 3-1, но потом вышли Кухта и Сидор, и мы вытянули эту игру на 3-3, а в концовке еще и Кухта не забил выход 1-1, могло бы быть и 4-3, тогда тоже, наверное, бы не было вопросов по матчу года. Как ни странно, болельщики на Твиче, у нас было голосование по поводу того, по каждой номинации я давал голосование, и болельщики выбрали именно матч с Динамо, лучшим матчем года, наверное, не столько по результату, сколько по эмоциям, сколько по качеству игры, которые показывали команды, ну, наверное, можно это признать. Но главный вывод из всего этого, это то, что Локомотив в этом сезоне не провел ни одной качественной игры с сильными соперниками, это довольно грустный итог прошедшего сезона. Реально вспомнить классного матча, я думаю, что у вас не выйдет. С худшими матчами тоже был довольно большой недостаток, опять же, если вспоминать, как мы в прошлом году вручали Золотого Ротенберга, там и хороших матчей было много, потому что по весне мы довольно много их провели, но и с худшими матчами тоже отбоя не было, самые крупные разгромы, вот это все помнится. В этом году были очень неприятные матчи, были матчи, после которых вот у тебя прям вот, ну, падало все настроение, потому что, ну, казалось то, что вот сейчас Локомотив воспрянет духом, вот сейчас он пойдет побеждать, а потом бац, 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 и Локомотив проигрывает, черт пойми, к кому. Для меня, наверное, самый-самый-самый вот такой вот грустный матч, это был матч с Ростовом, который мы проиграли, 1-2. Не тот, который 0-4, когда 1-4 уже по весне, а вот тот, который был 1-2, потому что, ну, тогда Локомотив, если помните, после очень сложной серии с серьезными соперниками вышел играть против Химок, Урала и Ростова. С Химками и Уралами у нас получились ничьи, но там были какие-то вот свои обстоятельства в этих ничьих, например, там травма Макеева, удаление Гильермии, ты понимаешь, ну, ладно, окей. Но Ростов, который на тот момент еще без Карпина, без тренера вообще в принципе, потому что Семина успели убрать, казалось, командой, которую Локомотив должен обыгрывать вообще в любом состоянии, любым составом. Но мы вышли играть против Ростова, и стало понятно то, что на поле только одна команда, хотя мы даже забили первыми. Но сначала Ростов забивает первый гол в воротах Худяков, потом весь второй тайм проходит под их диктовку, Полос забивает второй гол, после этого отставка Николича, и ты понимаешь, что, ну, скорее всего, все. В этом сезоне, ну, лучшее, за что может бороться Локомотив, это попадание в тройку, а последствия показали, что и тройка это для нас, наверное, слишком высоковато по сезону. В общем, короче, был, вот, наверное, самый печальный матч всего этого сезона лично для меня. Болельщики оказались другого мнения. Я предоставил им на выбор еще матч с Енисеем на Кубок, где мы 0-4 проиграли, с Ростовом выездная игра, где мы проиграли 1-4, и с Зенитом на Суперкубок, где мы проиграли 0-3. Ну, по сути, все вот наши крупные поражения. Вспомнили болельщики еще матч с Арсеналом выездной, где мы проиграли 3-1. Арсенал оказался худшей командой вообще всего чемпионата по итогам сезона. Локомотив приехал на выезд, и вот было примерно то же самое, что и с Ростовом, только Арсенал, ну, только с Ростовом мы забили первыми, а с Арсеналом мы забили только в самой концовке при счете 0-3. Абсолютно безвольное поражение, и не было ни единого шанса на то, что Локомотив в этой игре может зацепить очки. Это было очень грустно смотреть. Могу согласиться с мнением болельщиков. Дальше мы вспоминали лучшие голы команды, и в целом, ну, хватало довольно неплохих голов. Мы смотрели в целом всю подборку голов, которые забивал Локомотив в этом сезоне, в осенней части, в весенней части. Были действительно классные голы. Забегая вперед, скажу то, что болельщики проголосовали за гол Керка в ворота Спартака. Там получилась хорошая комбинация, отличный пас от Камано, отличное завершение от Керка. Но борьба была довольно упорной. Там, например, и гол Исидора в ворота Спартака, и гол Федора Смолова в ворота Рубина, который, помните, там с помощью двух пяток был забит. И в целом, ну, хороших голов было забито не так мало. Рифат очень старался, красивые мячи забивал, и Мардешвили дальний удар в ворота Уфы сделал, и Керк пяткой в ворота Уфы забил. Ну, короче, было из чего выбрать. В этом плане довольно приятный сезон получился. Лучшим игроком, естественно, выбрали Рифата Жемалединова. Про игроков я вам уже рассказывал в своем прошлом видео, поэтому особенно останавливаться не буду. Но, в общем, Жемалединов безальтернативно лучший игрок. Лучший молодой игрок Даня Худюков тоже, в общем-то, как мне кажется, особо соперников нет. Лучший новичок Уилсон Исидор. Худший игрок Дмитрий Рыбчинский. По всем игрокам мы с вами отдельно проходились. Я по всем ним свое мнение высказал, поэтому повторяться не буду. Дальше мы выбирали Крысу Года. Человек, который поступил наиболее предательским образом по отношению к Локомотиву в этом году. Набралось довольно много кандидатов на эту роль, но я оставил троих. И это Ральф Рангник, который бросил Локомотив ради Манчестер Юнайтед. Это Маркус Гиздель, который, не попрощавшись, уехал, проведя предсезонку, просто не попрощавшись, уехал после начала спецоперации этой военной. И Гжегаш Крыховик, который сказал команде, что не будет он выходить на матч ЦСКА, потому что это может сорвать его переговоры с Краснодаром. Мутная история. Я в этой ситуации на стороне клуба, потому что, как мне кажется, Крыховик вымогал контракт у Локомотива на три года и буквально за два дня договорился с Краснодаром и тем самым обрубил мосты для того, чтобы оказаться в Локомотиве. Про эту историю тоже много раз уже вспоминали, ей уже практически год. И вот сейчас мы видим то, что в принципе крысятническое поведение, оно вполне себе в духе Крыховика. А ведь этот человек получал стальной рельс. Вот так вот бывает. Проголосовали болельщики за Маркуса Гиздаля. Но в целом, мне кажется, все трое из этих людей не особо... Все трое из этих людей вполне себе могут называться крысами. Но, наверное, Гиздаль действительно меньше всех любим из болельщиков и меньше всех его могут понять. Особенно потому, что Компер остался, Шварц остался, Ванолли остался. Все это можно было обставить совершенно по-другому, а не так, как сделал Гиздаль. События года, наверное, тоже не так много вариантов было. И так или иначе, все эти события года, ну, многие события года завязаны на личности Рангника и Цорна, на приход вот этой вот немецкой стратегии в Локомотив, когда ты должен покупать молодых футболистов, развивать за счет их добиваться какого-то результата, и затем продавать, и за вырученные деньги покупать новых футболистов, развивать и так далее. Потому что смена вот этой вот парадигмы, в которой живет Локомотив, она, как бы ее объявляли и раньше, но вот теперь начали, наконец, действовать по ней. Она очень сильно подействовала и на все остальные сферы жизни Локомотива. Собственно, логично, что болельщики проголосовали именно за нее. Но вместе с этим я предложил еще несколько вариантов. Это уход Марка Николича, довольно важное событие в жизни клуба. Тренер, который привел нас к победе в Кубке России. Тренер, который завоевал с Локомотивом медали, причем двух чемпионатов. Так что, в целом, ну, уход такого человека не может пройти незаметно. Это приход Исидора и Кухты. В целом, зимняя трансферная компания. Потому что, на мой взгляд, зимняя трансферная компания получилась очень удачной. Новички получились очень классные. Кухта вот недавно один плюс один ворота Испании оформил. Исидор, в принципе, много позабивал в ворот соперников Локомотива. Ну, то есть, вот зимняя трансферная компания, то, как она прошла, то, что все новички были куплены к первому сбору, мне показалось очень важным событием в жизни Локомотива в прошлом году. Ну, и я, как любитель молодежного футбола, отмечаю 36 голов Вадима Ракова, его рекорд и в целом игру команды UFL2, которая забила больше всех, пропустила меньше всех. И вот недавно на канале Академии Локомотива вышла нарезка самых красивых голов в исполнении этой команды. И, кто не смотрел, советую посмотреть. Действительно классное, очень приятное зрелище. Еще более приятно то, что сегодня вышла новость о том, что Вадима Райкова берут на сбор с основной команды. Как я хотел, как я просил, как я надеялся. Очень здорово. Вместе с Раковым туда едут Леша Ларин, который лучший игрок молодежной команды, наверное, бесспорно. И два молодых игрока 2004 года рождения, которые в этом году за молодежку играли. Это Погоснов и Попов. Погоснов центральный защитник, Попов правый полузащитник, такой вот атакующего плана. Для них это в большей степени аванс, для них это возможность проявить себя, показать себя. Ну, и я вот в телеграм-канале написал, поэтому вкратце скажу свои мысли о том, что это, наверное, ну, не стоит к этому относиться, как к тому, что вот эти ребята сейчас займут место кого-то, кто в основном составе играет. Нет, это не для этого делается. Это делается для того, чтобы ребятам дать мотивацию. Смотрите, мы вас видим, ребят, мы вас видим. Ваши успехи не остаются незамеченными. Это и этой четверкой хороший знак. И всем тем, кто из 2005-го будет в следующем году играть в молодежном первенстве, это очень важно. И то, что этого не произошло на зимних сборах, для меня был, ну, глубочайшим шоком. Я вот не понял, что это было, почему это произошло. Но сейчас вроде как вот ситуация нормализовалась, и эти ребята получат существенный импульс к тому, чтобы развиваться дальше, к тому, что делать следующий шаг. Вадим Раков посмотрит, что вот он 36 голов забил, и у него особо соперников в UFL 2 не было. Но вот он сейчас посмотрит, что играть против Макеева, забивать ворота Гильерме и конкурировать с Кухтой, это не то же самое, что играть на уровне UFL 2. И ему нужно будет, соответственно, делать все быстрее, бить точнее, бить сильнее и так далее. Кроме того, это, конечно, важно со стороны клуба показать, что мы рассчитываем на вас, и, соответственно, дорога в основной состав, она не будет долго, если вы будете себя проявлять. Не так, как раньше, когда вот ты выпустился из Академии, поиграй годик в молодежном первенстве, потом годик поиграй в Казанке, потом годик помаринуйся в запасе основной команды, и вот после этого выходи, когда тебе будет там 22 года, вот у тебя будет шанс. Здесь все, вот ты выпустился из Академии, мы тебя уже видим, не смотри по сторонам, не думай ни про какие другие клубы, да, ни про какой там, вот как Максим Турищев ушел из локомотива, потому что, по сути, ну вот он был лучшим в молодежке, и его даже не привлекали к Казанке еще на тот момент. Ну а чего ему мотаться? А тут Ростов предлагает уже сразу под основу, и он переходит, и уже получает игровые минуты в основной команде Российской премьер-лиги. Вот это, нужно от этого было уходить, от этого нужно было избавляться, и очень здорово, что все-таки летние сборы посетят молодые ребята, которым это важно. В конце мы вручали Золотого Ротенберга за тренера года. Такая вот у нас номинация получилась, потому что оказалось, что у нас очень много тренеров поработало с командой в этом году. Николич, Николич сменил Гиздель, Гиздель сменил Кемпер, плюс к этому еще были Мишаткин и Вашкевич. Мишаткин, который с молодежкой занял третье место, Вашкевич, который с UFL два команды выиграл Золото. Их не стал включать в голосование, но тем не менее, классные тренеры, их работу определенно стоит отметить в контексте того, как они развивают ребят, каких они успехов достигают. Ну а болельщики выбрали Николича. В принципе, у Николича был хороший старт чемпионата. Как я подозреваю, абсолютно намеренно Николич делал ставку именно на старт чемпионата, потому что команда после этого, после первого же месяца игры, физически стала просто загибаться. И уже не могла справиться с Уралом, Химками и Ростовом, которые нас банально перебегали. Я думаю, что Николич намеренно это делал, потому что думал, что вот от того, как он стартует, будет сильно все зависеть. Но нет, нужно было готовиться все-таки более комплексно и к Еврокубкам. Ну а как дальше все пошло, когда команда просто начала сыпаться от травм, мы все прекрасно знаем. Гиздаль вообще людям не понравился. Я много раз говорил о том, что у меня не оставил Гиздаль плохого впечатления как тренер. Но, конечно, уезжать из России, бросив все, не попрощавшись с командой, ну так нельзя поступать. Хотя в целом футбол, который Гиздаль прививал команде, мне нравится. И как мы уже, наверное, можем говорить, предсезонка точно не была завалена. Локомотив вполне себе бодро играл в концовке сезона, вполне себе перебегивал соперников на последних минутах довольно стабильно. Ну и травм не было, так что в целом можем сказать то, что предсезонка точно не была хуже, чем у ЦСКА или Динамо, например. Или Спартака. Ну а про Кемпера мы, наверное, будем говорить много в следующем сезоне, потому что Кемпер остается с нами. Пока есть большая загадка, кто будет с лицензией PRO в следующем сезоне, потому что такой человек необходим. Его в Локомотиве нету, если не брать вот Мишаткина, например. Цорн сегодня в интервью сказал, что ищут, смотрят варианты, хотят усилить тренерский штаб, ведут переговоры и с российскими специалистами, и с иностранными специалистами. Ну, в общем, посмотрим, что это будет. Но, скорее всего, Кемпер останется как человек, на которого в Локомотиве очень сильно рассчитывают, которому сильно прислушиваются. Возможно, он будет таким вот негласным боссом, но меня очень сильно смущает отсутствие у него реального опыта управления командой. Видно было, что по весне мы набивали очень много шишек, вот из-за того, что Кемпер пока только пытался понять, как готовить команду к конкретным играм в сложных условиях. То есть мы, например, проиграли матч, в котором добирались на поезде в Ростов. Мы проиграли матч, на который добирались на поезде в Краснодар. Да, то есть это должны были быть шесть очков локомотивские. Ростов и Краснодар не соперники для Локомотива в том состоянии, в котором они были на тот момент. Но вот оказалось то, что мы не способны нормально подготовить команду к этим играм. И вот таких ошибок было немало. Возможно, потому что локомотив ни за что не боролся и Кемпер экспериментировал. Но, тем не менее, хотелось бы какого-то опытного человека, который все-таки плюс-минус понимает, что зачем следует и какие вещи стоит делать, а какие вещи не стоит делать. Вообще, интервью Цорна, давайте я его сейчас себе открою и заодно покажу вам. Она получилась хорошим, как и до этого интервью Леонченко. То есть без серьезных слабых мест, к которым можно как-то сильно придраться. Одно, в принципе, я думаю, заметили все. Оно касается Пашинина и Ласькова. Потому что в одной части интервью Цорн говорит о том, что планируют усиливать тренерский штаб. Да, плюс планируем усиливать тренерский штаб, ведем переговоры с несколькими российскими и немецкими специалистами. А потом, чуть ниже, когда заходит речь про Ласькова и Пашинина. Их никто никуда не убирал. Мы просто решили дать им новые задачи, приняли решение сократить тренерский штаб основы, сделать его более компактным. Ну, то есть одно заявление противоречит другому на расстоянии буквально двух месяцев разницы. Где-то у нас в апреле мы убрали Пашинина и Ласькова. А теперь в июне мы раздумываем о том, что нам нужно усиливать тренерский штаб. Ну, то есть, скорее всего, Цорн пытался завуалировать, не говорить то, что его не устроили какие-то тренерские, либо личные качества Дмитрия Ласькова и Олега Пашинина. То, как они влияли на команду. Потому что там еще был момент в этом интервью о том, что вот после того, как пришел Хапов, после того, как ушли Ласьков и Пашинин, Пашинин в команде стала самая лучшая атмосфера. К концу чемпионата атмосфера в тренерском штабе была лучшая за весь сезон. Игроки видят, как Заур, Марвин, Саша и другие вкладывают свою честную работу в команду и верят в них. То есть, вот читаем между строк и понимаем то, что до этой самой концовки, до прихода Заура, атмосфера в тренерском штабе была не особо хорошей. Ну, по крайней мере, по мнению Цорна. Но говорить это впрямую Цорн не хочет, потому что человек не дурак и понимает, что можно говорить в прессе, а что нельзя. И в этом плане, еще раз, я, конечно, удивляюсь, почему Цорна было так мало в прессе до этого, вот, до этой весны, по сути. Потому что, ну, общаться с прессой он умеет. Он очень такой человек, который легко себя к себе располагает, всех к себе располагает. Он понимает, что можно говорить, что нельзя говорить. Он довольно харизматичный тип. Его слушаешь и в целом проникаешься тем, что он говорит. Но при этом он вообще ничего не говорил по прошлой зиме, когда говорить нужно было особенно много. Вот, а так, в целом, довольно, ну, хорошее интервью, которое, вот, что мне больше всего нравится и в интервью Леонченко, и в интервью Цорна, это то, что многие вещи я, как человек, который максимально сторонится всевозможных инсайдов, пробивал просто логическим путем. Вот, что меня раздражало, например, в Кикнадзе, что меня раздражало в Ольге Юрьевне, это то, что есть некие логичные вещи, которые стоит делать, и они, ну, не притворяются в жизни, не говорятся. Здесь же, вот, я думаю, что надо вот так вот. И после этого Цорн приходит и говорит. Вот я думаю о том, что вот у Мампаси, например, была сложная ситуация не только на... Ну, то есть, про Мампаси, что его не планировали использовать основным защитником, должен был быть Пабло, плюс на это еще и наслоилась его тяжелая ситуация, потому что он только-только уехал из Мариуполя. Приходит Цорн и в интервью говорит абсолютно то же самое, что да, мы планировали, что Пабло у нас будет играть до лета, и летом бы мы его продавали, а с лета уже играл бы Мампаси. Плюс на это еще наложилась достаточно тяжелая психологическая ситуация у Мампаси. Ну, я такое читаю, вау, ну, я же вот прям вот про это же и говорил все это время. Ну, и про много-много других вещей, что у Леонченко, что у Цорна могу сказать примерно то же самое. Так, давайте я быстренько сейчас пролистаю, вспомню, может быть, на какие-то моменты обращу внимание. Как сезон, еще раз говорим о том, что сезон переходный, это было уже у Леонченко, говорят о том, что сезон переходный, шестое место, не уровень локомотива, дальше будет лучше. На стратегию ничего не влияет, это, кстати, хороший момент здесь был, потому что многие сейчас говорят о том, что, ну, все, локомотив отстранили от Еврокубков, мы работать вообще не будем, никого привезти невозможно, никого продать невозможно, поэтому дайте нам, пожалуйста, побольше денег из бюджета. Мы вот как-нибудь перекантуемся, когда нас обратно вернут, пожалуйста, верните нас поскорее. Цорн говорит о том, что, ну, да, ситуация изменилась, но при этом работать можно, привозить игроков можно, и мы будем это делать. Это очень хорошо, и это тоже коррелирует с моим ощущением того, как надо действовать в сложившихся обстоятельствах. Так, Марвин Компер остается ли в команде? Да, очень талантливый тренер, это говорит нам о том, что, да, на него рассчитывают. Но при этом, как я уже сказал, планируют усилить тренерский штаб, и на данный момент мы обсуждаем разные варианты СРФС, ведем переговоры с различными российскими и иностранными специалистами с лицензией ПРО. Но хорошая для меня новость, тоже, опять же, я про это говорил, о том, что, ну, так или иначе, тренер должен появиться, и это должен быть тренер, который обладает опытом самостоятельной работы. Не просто вот привзять человека, у которого есть лицензия ПРО, но при этом как хапов никогда в жизни не управлял командой, а человек, который знает, что, зачем идет, как какие-то решения повлияют в итоге на команду. Надеюсь, что все это так и будет. Подтвердили то, что Мёкель, Валенвайн и Рейнолс продолжают работать над селекцией, это очень приятная новость. Немножечко рассказали про то, как сама селекция строится. У нас мало сотрудников, которые работают, но эффективно достаточно работают. Мне трансфер 2022 года нравится вообще безоговорочно. Кухта Исидор Мампасси, Раканьяц и Лукас Фасон, которые только пришли, мне нравятся прям очень здорово. Про молодые ребята, которые были в молодежных или в основных сборных своих стран. И я думаю, что они принесут пользу. Лукомотива про Фасона, два-три слова буквально. У него не очень много прессы в Бразилии, не очень много удалось про него узнать. Но это воспитанник Академии Сан-Паула. И, например, вот одногодка Фасона, который с ним в этой самой Академии Сан-Паула занимался. Не помню его фамилию, но вот он сейчас играет за Бенфику. У него уже стоимость на трансфер-маркете 10 миллионов евро. В целом Академия Сан-Паула это довольно хороший знак качества. Там хорошую школу футболисты проходят. И в целом довольно хорошая селекция в этой самой школе. Потому что Сан-Паула это крупнейший бразильский город. Академия, соответственно, она самая именитая в этом крупнейшем городе. Дальше. Фасон левоногий защитник. И тот же Цорн говорит о том, что мы искали как раз левоногого защитника. Сейчас у нас все центральные защитники правши. Нам нужна была дополнительная опция с левой ногой. Плюс Фасон может сыграть левым защитником. На взрослом уровне он левым защитником не играл. Но левым защитником он играл в Академии, в молодежных командах Сан-Паула. Эта позиция ему знакома. Мне кажется, что скорости ему все-таки немножечко не хватает для того, чтобы играть. Хотя техника прекрасная. Двигать мяч он умеет и любит. Но вот найти его фрагменты игры на позиции левого защитника мне не удалось. Это примерно так же, как Бека, который играл правым защитником в Академии Каена. В целом, конечно, мне нравится покупка Фасона из Бразилии за 2,5 примерно миллиона евро или 3 миллиона евро. Я подозреваю, что ближе к 3, потому что там Атлетика Парнаэнса принадлежала только 70% прав на игрока. Короче, как обычные бразильские мутки, я подозреваю, что примерно 3 миллиона евро мы потратили за то, чтобы получить 100% прав на футболиста. Ну, нужен был, наверное, игрок Локомотиву вот с такими качествами, с левой ногой, с умением двигать мяч вперед. У него отличная дальняя передача у Фасона. Но я подозреваю, что, возможно, мы увидим Едвая на правом краю обороны. Из-за этого, потому что всем им нужно давать игровую практику, а у нас не то, чтобы было много матчей предстоит. Хотя, может быть, с Кубком Лиги может быть и много. Ну, тем не менее, на всех посмотрим. Возможно, нам придется в какой-то момент Едва и отрежать именно на правый фланг обороны, где Живоглядов и Нинахов не особо себя убеждают, а про Сельянова мы пока еще ничего не знаем. Вот. Как-то вот такие мнения. Я однозначно двумя руками за такие покупки. Но при этом я подозреваю, что больше покупок без продаж у Локомотива не будет, ну и не должно быть. Если продадим Камано, вот тогда можно задуматься о том, чтобы купить кого-то на смену Камано. Так, собственно, реконяется Сидор Кухта Мампасти, про всех комплементарно отзывается. Говорит о том, что Исидора купили меньше, чем за 3,5 миллиона евро. Но это стандартная история. Можем либо верить, либо не верить этой истории. То же самое он говорил и про Мардешвили, и про Текнезяна. Но, в общем-то, здесь исключительно вопрос веры. Здесь ничего интересного. Ну, про то, что они все прогрессируют. Даже Костя Мардешвили, про которого я пока не могу так сказать. Рассказал про то, что выбирали, кого продать, Пабло или Мурило. Но Пабло категорически отказывался уезжать из Локомотива. А потом вдруг ему поступило предложение от чуть ли не единственного тренера, которому Пабло сказал «да». И Пабло взял, и как только появился еще один козырь в виде военной спецоперации, он сказал, что «все, продавайте, я уезжаю». Либо бесплатно, либо вы меня продаете. Ну, Локомотив решил, конечно же, продать. Так, 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 так. Интерес к Баринову, но продавать его особенно не хотят. Но если придет хорошее предложение, тогда продавать придется. Причем неважно, куда, внутри России или по Европе. Но здесь лично у меня, вот как мне кажется, Цорну надо было еще добавить, что пока он не видит смысла игрокам самим уходить внутри России. Вот, если бы он еще вот это добавил, что, типа, никто не рвется из Локомотива, поэтому, скорее всего, даже если придет предложение, они не уйдут. Ну, это было бы приятно. Про казанку уже много раз перетирали. И вот, когда у тебя игроки попадают в 17-18 лет на сбор с основой, ну, какая нафиг казанка? Зачем она нужна? Я могу только согласиться. Мое мнение уже знаете. Вкратце, если заниматься казанкой, если делать этот перевалочный клуб, селекция, искать молодых футболистов по всей России, которых много, этот клуб нужен. Просто для того, чтобы якобы доводить игроков от молодежки до основы, это бессмысленная трата ресурсов, и футболисты только деградируют. Я делал небольшое вот аналитическое изыскание. Как только футболист проводит в казанке больше полугода, из него получается, ну, в лучшем, в самом лучшем случае Куликов и Рыбчинский. А такие вот реально крутые таланты, как Галанин, как Галаджан, как Тугарев, они вообще просто, ну, вот, из-за того, что, скорее всего, из-за того, что они долго поиграли в ПФЛ, они оказались негодны к основному составу. И наоборот, те футболисты, которые метеором проскочили от молодежки в клуб, даже в те времена, когда еще никакой казанки не было, да, у нас оба Мирончука, Рифат, Бара, они пролетали этот путь, и сейчас этот же самый путь пролетели, там, Максим Мухин, Карпукас, Сергей Бабкин, еще кто-то, кого я уже успел забыть, ну, и вот Вадим Раков, который, да, снова долетел даже, минуя молодежку. Вот у них, как раз, наоборот, все очень даже неплохо получается. Ну, с авансом для Карпукаса, например, но про Рифата, Бару и обоих Мирончуков мы это определенно можем говорить. И это при том, что, ну, можете поверить, поколение 98-го года, из которого у нас никто фактически до основы так и не дошел, вот, яркий игрок основного состава, оно было талантливее, чем, ну, или не менее талантливее, чем поколение 95-го года, из которого мы получили большую россыпь футболистов 95-96-го года. Ласьков Пашинин, ну, и, собственно, все. Ну, и, наверное, еще раз зафиксируем, что Леонченко, что ЦОРН говорит, что Локомотив должен бороться за высшие места в российской премьер-лиге и попадать в финал Кубка России. Ну, собственно. Поэтому мы теперь и будем оценивать выступление Локомотива в следующем сезоне. Здесь уже никаких скидок, ни на какой переходный сезон уже не будет. Вы сами заявляете о том, что команду вы собрали, и с этой командой готовы бороться за самые высшие места. Давайте, боритесь, ждем. И если вы не решите вопрос с тренером, если вы считаете то, что Кемпер сильный, то уже никто потом вас, ну, не оправдает за то, что вы решите там Кемпера по ходу сезона убрать и кого-то нового поставить, а потом говорить, что, ну, вот, мы тренера меняли. Нет, это уже чисто ваше решение. И, ну, вот, мне, в принципе, нравится то, что они это решение абсолютно спокойно на себя берут, не стесняются об этом говорить. Никаких у нас стратегий на 5 лет. Вот через 5 лет приходите, посмотрим, сравним результаты. Нет, вот уже в этом сезоне будем смотреть, оценивать, сравнивать, смотреть, как выросли футболисты, смотреть, как выросли результаты. Тем более, что Еврокубков не будет. Можно более грамотно разбить силы. Не должно быть уже никаких травм, которые мучили нас последние годы. Все это в этом сезоне будем очень пристально отсматривать и уже давать соответствующую оценку. Все, все, что я хотел сказать, я сказал. Через неделю начинаются уже сборы Локомотива 15-го числа. Сборы пройдут в Баковке. Я думаю, что через недельку, через полторы недельки мы с вами уже свяжемся, потому что будут какие-то более интересные новости, касающиеся непосредственно игры Локомотива, состава Локомотива, тренера Локомотива и так далее. Ну а на сегодня у меня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok